Полезный город Пытаются сэкономить на проектных документациях, на материалах экономят. Выбирают ту компанию, которая дает самую низкую цену за свои работы. На проекте не стоит экономить, потому что он разрабатывается под конкретные виды работ и под конкретный ваш дом. Учитываются все нюансы. Если, допустим, заузить диаметр труб, то, может быть, где-то на верхних этажах воды хватать не будет впоследствии. По любому пункту это можно привести определенный пример. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Материалы и проект взаимосвязаны, потому что будут, в принципе, прописаны. В основном проектировщики закладывают сразу хорошие материалы. Денег на доме не хватает, собственники начинают рыться. В данном случае я хочу сказать, что лучше на этом не экономить. Лучше попросить у нас беспроцентную рассрочку. Мы работаем со всеми крупными торговыми центрами строительными Кирова. Есть хорошие определенные скидки. Работаем уже давно. Нас тоже знают. Вот вы уже сказали, что кто-то пытается сэкономить на работе подрядчика, выбрать того, кто сделает за самую низкую цену. В 80% случаев это является ошибкой, потому что многие компании, они вчера только открылись, начинают сталкиваться с определенными проблемами, они быстренько закрываются. Есть примеры. Дома выбрали компанию подешевле, организацию не закрыли раньше, чем у них закончился гарантийный срок на капитальный ремонт. Нужно каждую компанию досконально изучать, сколько компаний на рынке. Сейчас все в открытом доступе по любой компании. Ну вот, например, скажу про свою. У нас есть сайты, у нас есть группа ВКонтакте. Пожалуйста, мы открыты, мы все работы свои выкладываем, показываем. Если подрядчик наделал ошибку, как вообще вот такие конфликты разрешаются? Конфликты такие бывают. Допустим, с собственниками не согласовали цвет фасада. Я считаю, что лучше все-таки попробовать договориться с подрядчиком. Если договориться не можете, тут однозначно правда будет на вашей стороне и решайте это все в судебном порядке. Мы, в принципе, никогда до суда не доводили у нас, ни разу таких за 7 лет ситуации не было. Нам конфликты не нужны с нашими потенциальными заказчиками. Если заказчик понимает, что он столкнулся с недобросовестным подрядчиком или с подрядчиком, который ему не нравится во всем. Можно расторгнуть контракт, собирайте собрание по новой и уже собственники сами могут выбрать другого подрядчика или отложить капитальный ремонт. Может быть, можно не сэкономить, а какие-то деньги привлечь извне, субсидии, гранты на ремонт домов. Программа называется «Энергоэффективный капитальный ремонт». Как раз сейчас в ней разбираемся и я думаю, что месяца через два мы уже будем с ней работать. Полезный город Всю дополнительную информацию можно получить на сайте капремонт 43 по адресу труда 37 в Кирове или по телефону 999-299. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok